Афтин Пастин, Норвегия, Бео раскритиковал победителя, он не достоин быть здесь. Вильям Брадаль, Курт Хаугли. Афтин Пастин, Норвегия. 16 февраля 2020 года. Впервые с 1997 года Норвегия осталась без призовых мест на спринте чемпионата мира. После финиша Тарьейба, Тарьейба, резко раскритиковал победителя Александра Логинова. Это тот, кого я сам выбрасываю из списка результатов, когда веду по счеты. Именно он получил золото. Но я считаю, что его можно не учитывать. Он вообще не достоин быть здесь, сказал явно раздраженный Тарьейбе после финиша НРК. НРК, почему вы так считаете? Тарьейбе, его поймали на использовании эритропоэтина, ЭПА. Это самый худший вид допинга, он понес свое наказание, но очень сложно быть четвертым в гонке, в которой нам, чистым спортсменам, приходится соревноваться с ним. Это просто мое замечание. В остальном я считаю, что результаты у меня очень хорошие. В 2014 году Александра Логинова отстранили от спорта на два года за использование ЭПА. В субботу также стало известно, что Норвегия получила дополнительную бронзовую медаль за Олимпийские игры в Сочи после того, как из-за допинга наказали Евгению Стюгова. Витлеш Астат Кристиансен, Витлеш Астат Чристиансен, не раз соревновался с Логиновым. Всю свою юниорскую карьеру они конкурировали друг с другом. Мы оба родились в 1992 году. Он часто занимал первые места, а я приходил вторым. У него мрачное прошлое, его отстраняли из ЭПА, но сейчас он соревновался на одинаковых условиях со всеми. Мы должны уважать правила. Мы должны признать, что сегодня он оказался лучше нас, сказал Кристиансен НРК. Получив золото, Логинов не стал общаться с прессой. Во время трансляции НРК попыталась получить у него комментарий, но ответ был коротким. Я не говорю по-английски, сказал россиянин. Ответил на критику. Примерно через час после победы Логинов появился на обязательной пресс-конференции, которая всегда проводится после соревнований. На ней, как и ожидалось, 28-летнему спортсмену задали вопрос по поводу критики со стороны норвежцев. Я ничего не слышал о критике норвежцев, сказал россиянин, по словам НРК. Затем ему задали вопрос о том, сколько раз его в последнее время проверяли на допинг. Довольно трудно сказать, но во всяком случае не меньше 12-16 раз. Мы с женой недавно переехали в квартиру побольше. Кто хочет, может прийти посмотреть на мои будни и убедиться, что я не делаю ничего незаконного, ответил он. Самые слабые результаты на спринте чемпионата мира за 23-го года Норвегии этот день принес одни разочарования. Лучшим норвежцем стал Тарьей Бе, занявший четвертое место, а его брат Яханнистен Низбе, Яаннистен Гнезба, пришел сразу за ним. С 1997 года Норвегия не оставалась без призовых мест на спринте чемпионатов мира, сообщила НРК во время трансляции. Тен Низбе был явно разочарован, когда НРК разговаривала с ним после гонки. Он был не так резок, как его брат, когда делился своими мыслями по поводу победы Логинова. Учитывая ту историю в прошлом и слабые результаты, которые он показывал в этом году ранее, это, конечно, немного странно. Нам остается только поздравить его, сказал он. Тен Низбе начал гонку в поразительном темпе, но потом перенапрягся. Он признал, что начал слишком жестко. Очень жаль. Я потратил все свои силы. Я всегда выкладываюсь на 100% и надеюсь, что все получится, сказал он. Я быстро стрелял, и хорошо подходил на позиции оба раза. На втором круге бывает очень тяжело, сказал он. Эксперт телевидения был взволнован после первого этапа Тен Низбе и лидировал с отрывом в 16 секунд. Это потрясло и взволновало эксперта по биатлону НРК Эмиля Хигле-Свинсена. Эмила Глесвинсен. Это безумие какое-то. Я надеюсь, что он выдержит, потому что это очень мощно, сказал Свинсен. Его коллега из НРК Андреас Табрун-Смит, Андреас Табрун-Смит, сказал, что это было самое впечатляющее начало гонки, которое он когда-либо видел. Однако несмотря на две хорошие серии, стало ясно, что к последнему кругу спортсмены начали истощаться силы. К финишу уроженцу Стрюна было уже очень тяжело. Нелегко приходится эхо ни Сутин ни Сулбео на последнем круге. Вряд ли он выдержит, прокомментировал Смит. Победа России Тарьей Бео, Мартин Фуркад, Мартин Фаурчати и Квинтин Фион Майи, Квинтин Филон Майи Лет, несколько раз отлично отстреляли. На лыжне они тоже держали хороший темп. Бео упорно боролся за место на финише. Он не смог догнать Квинтина Фиона Майи или Фуркада, но пришел почти на секунду раньше брата. А вот первым оказался Александр Логинов. Он безупречно и очень быстро отстрелял два рубежа. На лыжне он тоже превзошел самого себя. Когда казалось, что Норвегия может получить бронзу, россиянин показал новое лучшее время и обошел французский дуэт. После этого трем победителям уже никто не угрожал. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.